Откройте дверь. Здравствуйте, девушка. Я помощник народного депутата Олега Ляшкова, Всеволод Филимоненко. Нахожусь возле первого, первого отделения милиции в жертвенного районного отдела Луганского местного управления, Головное управление МБС Украины в Луганской области. Это квартал Солнечный. Закрыта дверь в отделение и сотрудники на мою просьбу открыть не отзываются. Стучу, как будто никого нет. А там, может быть, никого нет? Нет, там кто-то есть. Там кто-то есть. Сюда заходили сотрудники милиции. А что вы хотите? Ну, что бы у меня ни случилось, сотрудники милиции обязаны открыть дверь? Или они там чего-то боятся? На данный момент... А что отвечать? Мы находимся в городском управлении? Я понял. Ну, на данный момент в отделении находится подозреваемый и потерпевший. Да, потерпевший обратился в приемную народного депутата Олега Ляшко с просьбой помочь, поскольку сотрудники милиции нарушают закон во время оформления преступления, совершенного против него. Фамилия, скажите, до кого преступление совершено? Против кого? Да. Ну, его зовут Артем. Мы еще не успели с ним поговорить о его фамилии. Вот, женщина пришла тоже стучиться, не может войти. Да идуйте мне. Что делать? А что вы хотите? Скажите мне, вы с какой целью привезли на бой? Алло. Алло. Вы меня слышите? Я вопрос задаю вам. Да, я слышу вас. Я с целью пришел осуществление правозащитной деятельности. Иди, пожалуйста, на мой вопрос. Я... Я пришел с целью осуществлять правозащитную деятельность. Скажите мне, он обращался уже на 102? Он обращался в милиции? Да, он вызывал 102. Что? Он вызывал 102. Ну, куда он вызывал? Что у него произошло? Его избили. Кто его избил? Человек, который его избил, сейчас тоже находится в отделении. Где его избили? Кто его избил? Избил неизвестный возле Абсолюта на квартале Солнечном. Ну, был такой вызов. Сотрудники к нему выезжали. Ну, так в чем проблема? Почему они сейчас закрылись в отделении и не открывают дверь? Вы знаете, что они обязаны открывать дверь? Я знаю. Ну, так почему... Вы с вами не с такой целью на 102? Я с целью... Вы с дверь открыли? Нет. Не за тем, чтобы вы дверь открыли, а чтобы сообщить вам о нарушении закона сотрудниками милиции, которые закрыли сейчас дверь. Вы хотите заявление сделать? Сотрудникам будет заявление сделать? Я накажу вам милицию. Ну, конечно, они не открывают дверь. Направляйте. Куда мне направлять? Вы знаете, куда. Квартал Солнечный. Фамилия, имя, отчество. Число месяц, год рождения ваш. Филимоненко, Всеволод Константинович, 12-01-1900. Мои данные у вас есть. У меня лично нет ваших данных, поэтому я спрашиваю. Ваш мобильный телефон? 050. Дальше. 205. Дальше. 18-37. А все, как-то делать. А подскажите мне, пожалуйста, а как вы оказались знакомы сейчас? Вам позвонили или это ваш друг? Нет, я впервые в жизни вижу этого человека. Мой номер есть в интернете, в социальных сетях. Да, в чем не социальные сети? Я это все прекрасно понимаю. Да. Скажите, как? Вы спали дома, да? Вам позвонили? Да. И сказали, приедь на помощь. Как это? Я его знакомый? Я всем людям оставляю свой мобильный телефон и прошу, если у них есть проблемы с милицией, обращаться ко мне за помощью. Всем людям, без исключения. Что это? 102 жалуются действия сотрудников или что? Я хочу сейчас попасть в ГОМ и не могу. Сотрудники милиции закрылись изнутри и не открывают. Закрылись они сами или закрылись пострадавшим этим, которые накладывали солнечное покрытие? Закрылись и там и пострадавший, и подозреваемый, и несколько сотрудников милиции. А что они нам говорят, сотрудники милиции? Они не отзываются вообще. Вот я стучу в дверь. Промойте на линии, я сейчас узнаю, что есть. Не кладите трубку. Так, все, кладите трубку. Пусть приезжает наряд. Я говорю, не кладите трубку, подождите текунду. Товарищ милиционер, почему вы не открываете дверь? Товарищ милиционер. Дежурный слушаю вас. Я нахожусь возле ГОМ, Ажавтневого. Неволод Константинович, правильно? Правильно. Я знаю ситуацию. Значит, сейчас все лица, участвующие в этом конфликте, находятся в горной отделе милиции в ГОМе, как вы говорите. И проводятся с ними разбирательные. Дверь в ГОМ не может быть закрыта. На замок. Сейчас ночное время суток. Сейчас утро. Сейчас утро. Сейчас пол шестого утра. Сейчас уже светло на улице. Это ваше понятие утро. У нас есть немножко другие понятия. Смотрите, сотрудники милиции закрыли дверь от меня. Я вышел на улицу закрыть машину. Сейчас и к этому конфликту. Как это? Смотрите, на данный момент я представился, предъявил сотрудникам милиции удостоверение журналиста. Сейчас я их действия расцениваю как нарушение 171 статьи части 1 Уголовного кодекса Украины. Статья Иванович, не надо меня сейчас дыбать статьями. Как это? Сейчас на данный момент ничего не нарушают. Как это? Закрыли дверь перед представителем прессы, чтобы я не мог попасть в районный отдел. Я не провоцирую. Я просто хочу осуществлять свою профессиональную деятельность, журналистскую. А сотрудники милиции ей препятствуют, нарушая статью 171. В смысле моя профессиональная деятельность? Вы ведете репортаж какой-то? Да, да, конечно. Конечно. Репортаж я его проводил в районном отделе, в Гоме. Я вам объясняю, это режимный объект. Он находится под охраной. Сейчас и действующие лица находятся в городе. Ими ведется разбирательство. Те вопросы, которые вас интересуют, вы можете задать в Центр общественных связей утром. Так я требую сюда наряд милиции, потому что сотрудники милиции закрыли дверь и препятствуют осуществлению моей профессиональной деятельности. Что происходит? У них там задержанные, пацаны в районе, как вы говорите. Потом будут разбираться с вашей ситуацией. Что вы говорите? Как это потом? Но сейчас, на данный момент, милиция нарушает статью 171, часть 1 Уголовного кодекса Украины, закрыв дверь. А вы умеете разговаривать нормальный русский язык или только статья? В смысле? А чем вы руководствуетесь? Не законами Украины разве? Не законами. Вы сделали вызов. С вами будет тоже работать милиция. В смысле? Алло! Милиция хочет, чтобы я руководствовался, наверное, блатными понятиями. Открывайте дверь! Продолжение следует...